Это вечерний хэштег и мы продолжаем обсуждать самые актуальные вопросы дня в прямом эфире телеканала Тюминское время. Генеральный директор ВОЗ призвал богатые страны пристановить процесс ревакцинации. Уганда, Республика Чад, Туркменистан, Центральная Африканская Республика, Мавритания находятся в аутсайдерах по количеству привитого населения. В цифрах, кстати, это около 1 или 2 десятых вообще. Всемирная организация здравоохранения призывает помочь отстающим, чтобы не допустить появления крупных очагов и новых штаммов. О том, как в Европе продвигается процесс вакцинации, спросим у нашего гостя, который выходит на связь со студией из Словакии. Сергей Федосеев, руководит там языковой школой. Сергей, здравствуйте. Да, здравствуйте. Словакия начала вакцинацию еще в декабре прошлого года, но простым математическим вычислением можно прийти к выводу, что пора ревакцинироваться. Насколько активно жители страны это делают? Ну, смотрите, у нас пока речи как таковой именно о ревакцинации не идет, потому что, да, Словакия начала в январе месяце, в начале января месяца кампанию по вакцинации, но массовая она стала, наверное, в апреле-майе, то есть вот в общий доступ пошла, потому что там было отличие. Это было не как в России, что было доступно для всех. Сначала прививали прям пенсионеров, то есть какие-то вот, скажем так, зоны риска были. А массовая она стала, ну, наверное, в мае-июне, поэтому вот большинство людей, кто хотел, получили ее совсем недавно. Но если верить интернет-источникам, то в июне правительство Словакии заявило, что приостанавливает вакцинацию спутником ВИИ, закупили 200 тысяч доз, записалось только 10 тысяч человек. С тех пор что-то изменилось? Ну, с тех пор изменилось только что. Вообще со спутником была очень странная история. Здесь был такой скандал, который стоил премьер-министру своего поста, он стал министром финансов. Вот, наверное, изменилось только то, что он наконец-то привился спутником, потому что он его привез. А в остальном ходили слухи. Я вот, кстати, даже не знаю, куда эти вакцины дели. По-моему, их продали одной из балканских стран. А вообще народ-то что-нибудь говорит про эту самую вакцину? Все-таки Словакия была одной из первых стран, которая без одобрения Европейского агентства лекарственных средств спокойно себе закупила спутник и решила, что 200 тысяч граждан, так же, как и россияне, привьются и будут счастливы и здоровы. Тут как раз история про дорога ложка к обеду, потому что спутник закупили в марте. Опять же, я говорю, что его закупили через скандал. Премьер-министр не посоветовался с кабинетом министров и привез его чуть ли не втайне на военном самолете. Вакцина лежала там три или четыре месяца просто на складе, пока там все договаривались, передоговаривались с собой. Когда договорились о спутнике, появились уже в свободном доступе. Можно без проблем, даже без регистрации, пойти привиться и Модерны, и Пайзером, и Джонсоном и Джонсоном, которые здесь признаны. У тебя не будет никаких проблем с документами, потому что, опять же, если ты привезешься спутником, да, в Словакии его признают, но ты не сможешь поехать ни в какую другую страну, потому что вакцина в остальных странах Европы не признана. В Венгрию можно скататься, мне кажется. Ну вот, в Венгрию, да, можно скататься максимум и все. Поэтому так и получилось, что если бы это в марте выпустили бы, то, наверное, да, большая часть вакцины была бы использована. Так как эта возможность появилась там в конце мая, когда уже были в доступе другие вакцины, и с, так скажем, лучшими документальными параметрами в плане пересечения границ, то большинство, конечно же, пошли и просто другой вакциной привелись. Европа очень массово выходит на митинги против ковидных ограничений, мы это видим и в Париже. Как в Словакии складывается эта сейчас ситуация? Чувствуется какая-то вообще усталость от пандемии у народа? Ну вот как раз в крупных городах, в частности в столице, в Братиславе, уже которую неделю, которые выходные, идут протесты людей, которые против прививок, которым не нравится, что это навязывается, которым не нравится, что людей ограничивают в правах. То есть вот оппозиционно настроенные граждане, они перекрывают дороги в центре города, там митингуют возле здания президентки, но пока это вот не в горячем каком-то таком ключе, а вот, скажем так, на протестной волне еще такой, с плакатами, с перекрытием улиц, но никаких вот каких-то столкновений нет в этом плане еще. А вы антипрививочник или привились? Я привился, да, как появилась возможность, я сделал себе прививку, потому что... Ну, опять же, я прекрасно понимаю, что большинство сделали прививку, что в России, особенно в Европе, из-за того, что просто хочется ездить через открытые границы. Я думаю, что большинство людей моего возраста так поступили. Понятно, спасибо. Если не скрывать свои как-то вот, скажем так, намерения. Да, спасибо большое. На связи со студией Словакии был Сергей Федосеев. Ну, а мы продолжаем отвечать на вопросы наших телезрителей, которые касаются вакцинации. Вот один из них, Катрин 1963, в Инстаграме интересуется. Можно ли ставить прививку при эпилепсии? Этот вопрос мы адресовали врачу-неврологу областного лечебно-реабилитационного центра Светлане Раневой. И вот какой комментарий получили. Наши пациенты, страдающие болезнью эпилепсия, так же, как и все, нуждаются в проведении вакцинации. Согласно клинической рекомендации и инструкции о проведении вакцинации препаратами против новой коронавирусной инфекции, в разделе противопоказания имеется указание на хроническое заболевание, находящееся в стадии обострения. Поэтому пациенты, у которых с диагнозом эпилепсия на сегодняшний день болезнь находится в стойкой ремиссии, отсутствуют приступы с судорогами, с потерей сознания, никаких противопоказаний для проведения вакцинации нет. Те пациенты, которые на сегодняшний день страдают эпилепсией фармакорезистентной, то есть у тех, у которых имеются ежедневные, еженедельные приступы с потерей сознания и судорогами, у которых имеется склонность к серийному течению и статусному течению, вакцинация нежелательна. Все пациенты, у которых эпилепсия протекает без потери сознания и судорог, могут спокойно прививаться от коронавирусной инфекции. Благодарим за комментарии. Но, знаете, нам, наверное, все-таки очень жаль. Но тему повышения цен, к сожалению, не получится так спокойно забыть. Сначала про продовольственные товары мы говорили в эфире, сегодня про одежду, а уже завтра включают телевизоры те, кто возмущен подорожанием в 3-4 раза строительных материалов. С гостями в студии все нюансы обсудят Анна Скорнякова и Артур Михайлов. Мы же, Дарья Власова и Дмитрий Чашков, говорим вам до свидания и всего доброго. До свидания.